Запрещенные орудия лова имеются? Нет, вот две удочки, два кольца. Отлично. Спасательные жилеты есть? Обязательно. Правила знаем перед движением в спасательных жилетах. Если стоишь на якоре, жилет можно снять. Дмитрий с другом на оке с четырех утра рыбачит только с надувной лодки. Основной улов – лещи. Речная полиция проверяет всех рыбаков. Основное внимание в период нереста, чтобы не использовали запрещенные орудия лова. Различные рыбы всех сортов, всех видов. Браконьер не внушается никакой рыбой. Ловят запрещенные орудиями лова как в период нереста, так и в период общей навигации. И создают угрозу биологическим ресурсам нашей области вплоть до исчезновения популяции. В этом году Вадим Советский и его сотрудники задержали на оке более 20 браконьеров. Наказание для них внушительное. Они компенсируют стоимость загубленной рыбы плюс 5 тысяч рублей – судебный штраф. Мы стараемся подходить неожиданно. Естественно, какой-то страх. Браконьеры обычно вначале не признаются вину. Но потом, когда уже мы начинаем изымать незаконное орудие лова и оформлять, в основном ведут себя адекватно. У Виктора этот день не очень удачный. Ловят с утра, но рыба как будто обходит это место стороной. Он был бы рад возвращаться с уловом каждый день, но браконьерские методы не одобряет. На базар иди и покупай там. А браконьер, что же он здесь? Секи? Конечно, это очень плохо. На катере «Нордсильвер» речная полиция объезжает акул каждый день. У них разные маршруты и расстояния. Часто приходится проплывать до 100 километров. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».